Девушки отдыхают Что этот мир делится всего на два типа ценностей и на два типа людей По статистике за 2014 год на 25 потребителей приходится один предприниматель А теперь оглядитесь вокруг себя Потрогайте стулья, на которых вы сидите Потрогайте одежду, в которой вы ходите Посмотрите, где мы с вами находимся Я говорю в микрофон Этот мир создали люди Даже нас с вами создали наши мамы и папы А их, в свою очередь, создали бабушки и дедушки Соседа трогать не надо Важно то, чтобы вы не воспринимали этот мир как должное На самом деле мы все в какой-то степени являемся потребителями Вопрос только в том, в какой степени мы являемся создателями И это самый важный вопрос Если говорить о ложных целях, то нас постоянно отвлекают от наших целей Средства массовой информации подливают масло в огонь И навязывают нам свои ценности, свои истории Суть в том, что этот мир мы живем в эпоху культа потребления Где условно на каждый торговый центр приходится одна спортивная площадка Ну на самом деле Казань в этом плане город исключения Но тем не менее Ложные ценности это то, что можно приобрести за деньги Это материальные блага Чем отличаются ложные ценности от истинных? В чем отличие? Допустим, вы купили машину Вы купили машину, а какой от нее прок, если вы не умеете ее водить? Или, например, вы купили музыкальный инструмент Саксофон Или какую-то трубу Неважно что Какой толк от этого музыкального инструмента Если вы не умеете на нем играть? То же самое касается денег Очень показательный пример На самом деле в чем суть? Суть в том, что вы можете в любой момент Потерять все эти материальные блага Вас могут лишить В любой момент могут угнать машину Могут убакрать квартиру Вы можете потерять саксофон Вы можете перестать работать Да что угодно Важно то, что истинные ценности И это основное отличие их от ложных То, что вы не можете их потерять Это то, что по праву принадлежит вам Это то, что невозможно у вас отнять И очень показательный пример С Дональдом Трампом В своей книге он писал Что как-то, когда он стал банкротом И его состояние равнялось минус миллиарду долларов Он шел по улице и видел нищего человека Который просил милостыню И в тот момент он подумал А этот нищий богаче, чем я На несколько миллиардов долларов Только вся суть в том, что Дональд Трампу Удалось вернуть свое состояние обратно И приумножить его А этот нищий так и не узнал Возможно, он так и не узнал о том Что он был богаче Дональда Трампа На несколько миллиардов долларов Возможно, он до сих пор сидит и просит милостыню А Дональду Трампу удается создавать свою империю Снова и снова На самом деле мы тратим одинаковое количество времени На то, чтобы сделать себя ничтожными Или на то, чтобы сделать себя по-настоящему великими В этом мире основная валюта Это время И на самом деле вы расплачиваетесь за все не деньгами Вы расплачиваетесь своим временем На самом деле, если копнуть совсем глубоко То, по сути, бог очень крутой предприниматель Он делегировал свои обязанности Свои должностные обязанности Всем вам, каждому из нас, кто сидит в этой аудитории Он делегировал это Просто гораздо проще это понять на примере вещей Вот, допустим, есть тот же стул Вы можете на нем... Его функция какая? Он создан для того, чтобы на нем сидеть Есть камера Она снимает, фотографирует Есть расческа Ей расчесываются Есть пол На нем стоят Просто игра капитан-очевидность Вот А с людьми есть человек И с людьми все не так просто, как с вещами Есть человек Поварешка не страдает от того, что хочет стать удочкой С людьми все иначе И на самом деле люди постоянно находятся в поисках себя Но терять-то, по сути, вы никогда себя и не теряли Любовь... Вы не можете себя потерять Вы даже не можете от себя убежать Очень важно понимать, что единственный человек, с которым предстоит прожить всю жизнь Это вы сами Это только вы И до того, как в вас поверят другие люди Важно, чтобы вы поверили в себя Если вы найдете то, чем вам нравится заниматься То, что по-настоящему приносит вам удовольствие То вы начнете создавать вне конкурентные предложения Хотя бы потому, что вы делаете это с любовью Я вас убеждаю, если вы найдете свое любимое дело Вы будете делать это лучше, чем другие А вас узнают, и ваше хобби превратится в профессию И вам больше не придется работать ни дня в своей жизни Вы просто будете получать удовольствие от каждого прожитого дня в своей жизни Когда Юлий Цезарь умирал Он попросил, чтобы в его гробу сделали две дырки для рук И это было не просто так Он хотел показать этому миру, что он владел целой империей Но он ничего не смог забрать с собой Ничего Даже собственное тело нам дано в аренду Оно не принадлежит нам Нам ничего не принадлежит Единственное, что нам остается делать Это накапливать свой жизненный опыт Получать как можно больше впечатлений, эмоций и удовольствия от жизни И хорошая новость состоит в том Что нам нечего терять Нам нечего терять И вы ничего не можете забрать с собой накануне И так жизнь И важно не то, что вы заберете с собой Важно, какое наследие вы сможете после себя оставить Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!